МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя неделя октября на исходе. Природа замерла в ожидании зимы. Но омурчане ее не торопят. И в суете повседневных забот, похоже, совсем не обращают внимания на календарь. Вы смотрите Город. События и люди. Здравствуйте. Обо всем самым важном расскажем в ближайшие полчаса. Это же зараза такая, что это хуже войны. Десант из столицы. Президент отправил бригады медиков в 9 регионов России с самой тяжелой ситуацией по COVID-19. Преамурья в их числе. Работяги наши вообще в восторге, поскольку иногда их тут подкармливают. В хорошей компании и в морозы тепло. В первом корпусе 68-го детского сада меняют кровлю, давшую течь во время летних ливней. Да ничего страшного, мы сейчас усилились. Думаю, что недели за две, за три закончим. Чуть-чуть не успели. Перед снегопадом в подразделении ГСТК запаслись песком и солью, но кое-какие работы еще в процессе. Мама орала, ну и все, что понравилось. Ну и решил пойти на эту профессию. Дотянуть до мирового уровня. Областная столица приняла 6-й региональный чемпионат рабочих профессий. В Амурскую область и еще 8 регионов страны направили бригады специалистов из федеральных учреждений и военных медиков. О нехватке врачей и сложной ситуации в 9 областях президенту доложили на совещании с правительством. В Преамуре положение заболеваемости коронавирусом называют критическим. И причину местные власти видят не только в отсутствии медиков. Сами амурчане не соблюдают эпид-требования. Анжелика Павлова продолжит. Носить маски россияне обязаны теперь не только в магазинах и учреждениях разного рода, но и в лифтах, на остановках и даже на улице в потоке прохожих. Соответствующее постановление на этой неделе подписала главный санитарный врач страны. Размеры штрафов пока не озвучивают. Но пугать население должны не они, а статистика. К примеру, в Преамуре ежедневный прирост зараженных превышает 100 человек. Сейчас наш регион входит в первую десятку в ДФО по уровню выявления новой инфекции. Пополнять статистику одинокая пенсионерка Светлана Кушенко не планирует. По возможности соблюдает самоизоляцию. В аптеку и магазин выбирается в перчатках и маске. И поражается беспечности тех, кто пренебрегает средствами защиты. Ну хоть бы кондуктор говорила, одевайте маски, кто вытаскивает. Но в основном сидят половина в масках, половина без масок. Заходишь и вот знаете, вот так вот на душе-то у меня думаю, господи, ну люди грамотные все. Ну оденьте, это же зараза такая, что это хуже войны. В самом крупном антиковидном госпитале Дальнего Востока, расположенном в городской клинической больнице, лечения получают более 800 человек. Каждый день поступает еще порядка сотни пациентов. Но госпитализируют не всех. Если патологии нет, отправляют лечиться домой. В 30% случаев вирус имеет легкое течение. Носители могут быть в том числе. Вот этот пик, он рано или поздно мы выйдем на плату. Я так думаю, неделя-две и заболеваемость начнет снижаться. Но на сегодняшний день мы имеем очень тяжелое течение заболевания. Тех, кто уже почувствовал недомогание, медики просят не заниматься самолечением и не паниковать. Пограничный период перехода от состояния средней тяжести заболевания к более тяжелому длится от двух до пяти дней. С другой стороны, расслабляться тоже не надо. Время есть, как бы у коронавируса это не инфаркт. Вот инфаркт, там нужна мгновенная помощь, там можно потерять пациента. У коронавирусной инфекции есть время, но ни месяца, ни недели, ни по две недели, как пациенты сидят и когда задыхаются, тогда обращаются. Тогда уже бывает поздновато. Впрочем, сегодня врача из поликлиники можно ждать сутками. Как и приезда скорой помощи, медики поясняют, количество вызовов зашкаливает. На каждого участкового терапевта в день приходится 83 обращения. Если это не очень молодой человек, то может быть все-таки связаться с родственниками, которые больны, на ногах, и попросить родственника обратиться в поликлинику лично, к знакомым врачам. Можете мне лично позвонить. Мой телефон уже знает вся область, потому что он дан на горячую линию. И самое главное, если у вас нет приступов лихорадки и недостатка дыхания, не нужно делать КТ, просят медики. Аппараты работают с такой нагрузкой, что того и гляди, выйдут из строя. А для тех, кто лечится на дому, хорошая новость. Правительство страны приняло решение обеспечить амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами. Благовещенцы в ожидании очереди на компьютерную томографию в среду грелись в теплых палатках. Их установили по распоряжению руководства медцентра, расположенного в районе перекрестка Ленина Богдана Хмельницкого. Число пациентов, желающих сделать КТ, постоянно растет и в день доходит до сотни. Чтобы не ожидать своей очереди на улице и иметь возможность соблюдать социальную дистанцию, возле частного медицинского центра поставили две палатки с тепловыми пушками и скамейками и два биотуалета. Правда, всего за один вечер поняли, что принятые меры не совсем удобны. Эти палатки заняли большую часть парковки, поэтому мы вроде бы как одну проблему убрали, но вторую приобрели. Во-вторых, конечно, поняли, что не для нашего климата, потому что через 2-3 недели будет очень холодно, и эта палатка тоже не спасет. В связи с этим принято решение заключить договор с автоколонной нашей. Автоколонна предоставила два теплых автобуса, которые с четверга дежурили возле медицинского центра с утра до вечера. Салоны обещают регулярно обрабатывать. Биотуалеты для пациентов оставили. Из-за сложной эпицитуации принимать в детские сады самых маленьких благовещенцев стали на час дольше. Ввести гибкий график во всех до областного центра поручил мэр Олег Имамеев. Приводить детсадовцев родители теперь могут до 9 утра, а не до 8, как обычно. Не исключают в городском управлении образование и продление приема до 10 часов. Это связано с тем, что губернатор рекомендовал предприятиям и организациям ввести гибкий график работы, чтобы избежать скученности пассажиров в общественном транспорте в часы пик. Родители, отправляющиеся на службу позже, смогут приводить ребенка в доу, когда им удобно. Капитальный ремонт кровли переживает Благовещенский первый корпус 68-го детского сада. Поручение привести в порядок его и еще несколько объектов доу, пострадавших после проливного дождя в августе, дал мэр города Олег Имамеев. На каком этапе ремонт сейчас и почему рабочие зашли на объект перед морозами, узнаете из сюжета. Наверху стук молотка и грохот досок, внизу подвижные игры. Капитальный ремонт крыши в 68-м детском саду повседневную жизнь дошколят никак не нарушил. Близко к строителям и самому зданию детей в целях безопасности воспитатель, конечно, не подпускает. Зато, пользуясь случаем, рассказывает ребятам о еще одной очень важной профессии. Читали произведения про профессии, про строителей в частности. И ребята, первый день, конечно, им было интересно, что на крыше что-то происходит. Но опять же, на прогулке, во время прогулки мы еще раз закрепили с ними то, что у нас было в группе. И сейчас они, выходя на улицу, совершенно спокойно начинают заниматься своими делами, играми. И совершенно не обращают внимания на то, что происходит на крыше. То, что капитальный ремонт крыши первого корпуса доу – острая необходимость, показали проливные дожди. Старый шифер сняли, сейчас монтируют стропильную систему. Позже на нее уложат оцинкованный профнастил. Кровлю утеплят базолитом, как это уже сделали в административном здании детского сада. Причем выполнять такую работу сейчас гораздо лучше. Нас могут ожидать только снежные осадки, а их убрать с крыши гораздо проще, нежели чем производить работы в летний период, когда идут проливные дожди. То есть осушить крышу намного сложнее. Нам очень комфортно работать с данным заказчиком. Люди отзывчивые, способствуют скорейшему выполнению работ. Ну, работяги наши вообще в восторге, поскольку иногда их тут подкармливают. Субсидию более 6 миллионов рублей этот детский сад получил из резервного фонда области. Впрочем, потратили в итоге на ремонт кровли обоих зданий на миллион 200 тысяч меньше. Гораздо больше, свыше 9 миллионов ушло на возведение отмосток. С конца августа, то есть устройство отмосток, потому как два корпуса очень сильно пострадали, было разрушение. И в литере 18, 19 и частично 17 это ремонт подвальных помещений. То есть там установлена гидроизоляция. Но надеемся, что вот на следующий год в ходе таких вот проливных дождей мы уже не будем очень сильно так страдать. Завершить полностью работы в 68-м ДОУ, который посещают более 700 воспитанников, планируют к концу декабря текущего года. Утром в среду в Благовещенске падал мокрый снег, но первым его назвать нельзя. По словам синоптиков, такие же осадки фиксировали в ночь на 22 октября. В тот день в областном центре выпало 0,4 миллиметра снега, который тут же растаял. В среду же его покров был равен нулю. На четверг и пятницу синоптики осадки не обещали, но сразу предупредили, что сухая погода в городе не задержится. В ближайшие выходные, в субботу, уже в субботу на территорию нашей области выходит очень активный и довольно обширный снежный циклон. Поэтому в период с 31 октября по 2 ноября территория нашей области, включая и Благовещенск, будет находиться во власти этого циклона. Мы ожидаем осадки в виде мокрого снега. Такая погода с температурой до минус 5 ночью продержится до середины следующей недели. Потом термометры начнут показывать положительные температуры. В среднем до плюс 6 градусов по Цельсию. На эти выходные синоптики предрекли снегопад. Обильные осадки пройдут при плюсовой температуре днем и при минусе ночью. Возможный гололед специалисты ГСТК готовы ликвидировать по свежим следам. В автопарке предприятия к зиме готовы полсотни единиц техники. Что еще в срочном порядке на минувшей неделе завозили на склады и какие работы на улицах города не закончены, знает наш корреспондент. Эти мешки с солью общим весом более 7 тонн пополнят 20-тонный запас, который сейчас находится на складе Деу на случай первого снега и последующего гололеда. Еще 220 тонн запасли на складе ГСТК за городом. Их будут подвозить по мере необходимости, но попозже. Хватит на всю зиму, говорят коммунальщики. У нас есть и галит, так называемая соль, которая усыпет на дороге, и отсев. Поэтому по большому счету предприятия к снегу готовы. Значит отсев у нас на данный момент 2000 тонн находится прямо на подразделении. Около 6000 тонн у нас поставщик готов предоставить в течение 2-3 дней. Полностью готова к зиме и снегоуборочная техника. В ГСТК четыре комбинированных машины на базе КАМАЗа. При необходимости на нее всего за полчаса устанавливаются специальные бункеры, в которые будут засыпаться отсев или соль. После машина готова выезжать на улицы города. Кстати, в этом году автопарк подразделения пополнили 6 подметательно-уборочных машин. С покупкой помогло областное правительство. Данная техника просто новее, более совершенная. Есть некоторые технические доработки по разбрасыванию самого реагента. Например, больше площадь разбрасывания. Отвалы шире, то есть проезжую часть шире, то есть с одним разом убирает намного больше площади. А пока на улицах Благовещенска в цене ручной труд. Специалисты ГСТК прочищают и закрывают на зиму колодцы ливневых канализаций. Сейчас эта работа выполнена примерно на 60%. Очищать ливневки начали две недели назад, а не в сентябре, как это было всегда. Причина тому – постоянные дожди. Да ничего страшного, мы сейчас усилились, в принципе. Думаю, что в неделе за две, за три закончим. Вот, считайте, сегодня мы планируем закрыть где-то улицы 3-4. Четыре улицы точно закроем. Закрывать ливневки в областном центре будут до середины ноября. А весной с наступлением тепла в городе начнется обратный процесс. О том, какие еще события происходили на этой неделе, малоконечно, но не менее информативно расскажем в нашей традиционной рубрике «Новости» короткой строкой. Ночные клубы, танцевальные и караоке-бары в Благовещенске вновь приостановили свою деятельность. Ввести ряд ограничительных мер региональное правительство решило из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Благовещенске на базе кожно-венерологического диспансера развернули провизорный госпиталь на 100 человек. Такое поручение дал губернатор Преамурья Василий Орлов. Первых пациентов здесь приняли во вторник. Коронавирус осложнит жизнь пассажирам российских железных дорог. В Преамурье рейсы сократили 50 пар поездов. Корректировка расписания еще идет. В Благовещенске подрались пассажир и водитель 39-го автобуса. Конфликт разгорелся из-за неосторожного вождения. Все городские автобусы во вторник вернулись на привычные маршруты. После ремонта дорожники наконец открыли центральный городской перекресток улиц Калинина и Красноармейской. Берега водоемов, парки Дружбы станут крепче. Деньги на их укрепление направили из областного бюджета. Начнутся работы в этом году и продолжатся в следующем. Благовещенский городской суд заключил под сражу участников межрегиональной группировки по сбыту наркотиков. Силовики изъяли у подозреваемых больше 100 килограммов дурманящих веществ. Зимнюю сказку предлагают создать школьникам и воспитанникам детских садов прямо возле зданий, где они занимаются. Конкурс на лучшее оформление фасада объявило городское управление образования. Вы смотрите «Город. События. Люди» и мы продолжаем. 16 общественных территорий благоустроят в Благовещенске в следующем году. Это скверы, парки и даже нынешние пустыри в разных частях города. Большая часть выделенных на эти цели средств уйдет на преобразование берега ручья Буяновский в Маховой паде. Территория победила в рейтинговом голосовании в этом году. В 2019-м жители отдали предпочтение скверу возле кинотеатра «Харбин». Здесь работы уже завершаются, убедился в этом мэр Олег Мамеев. Прохожие в сквере «Отэдо» пока не задерживаются. Отдохнуть не позволит строительный шум, да и присесть здесь пока негде. Хотя очертания будущих скамеек уже вырисовываются. Помимо стандартных лавочек, к услугам всех желающих будут бортики клумб. Сейчас их обшивают деревянными брусками. Параллельно строители заканчивают укладку тротуаров. Остались последние штрихи, и именно они заинтересовали градоначальника. Убрать лишний песок, которым засыпаны межплиточные швы, он попросил максимально быстро. Не просто так. С учетом того, что идет снег на нас, да, и он будет у нас, наверное, в ночь, в субботу, в воскресенье, максимально постарайтесь закончить прометание. Со снегом вы их уже не сделаете. Это будет грязь. Это не будет качественное прометание. Просто будете сгребать грязный, мокрый песок. Пристальное внимание мэр обратил и на клумбы. Замечания, высказанные подрядчику неделю назад, практически устранили. Комья разбили, лишнюю землю убрали. И уже приступили к высадке деревьев. Не только тенек от них, но и фонтан будет радовать горожан в зной. Водомет, который не работал несколько лет, строители подчинили. На фонтане мы сняли всю старую штукатурку, потрескавшуюся. Нанесли новую. Нанесли гидрозавиацию, новую штукатурку покрасили. Облагородили. И подсветили. Несмотря на огромный объем работ, который подрядчик уже успел выполнить, уложиться в первоначальной графике не удалось. Это связано и с летними дождями, и с задержкой доставки малых архитектурных форм. А то, чтобы нагнать сроки, мэр дал строителям две недели. И на этом, уверил Олег Имамеев, работа здесь не закончится. С учетом того, что мы сделали благоустройство территории, прилегающей к Арбину, конечно же, мы будем планировать и ремонт фасадной части. В этом году провели ряд работ по внутренним инженерным сетям. И, конечно, было бы логически закончить работы по ремонту фасада. Поэтому в городском бюджете мы будем изыскивать средства до логического завершения работ на этом участке. Строители Международного моста Благовещенск-Хэйхэ получили благодарность от правительства Российской Федерации. Высокую награду мостовикам за возведение первого трансграничного перехода в августе во время визита на Дальний Восток пообещал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Тем временем на месте нового моста через Зею строители одновременно возводят 9 из 26 опор будущего перехода. Две на правом берегу реки и семь на левом. Причем заливают бетон даже несмотря на отрицательные ночные и нулевые температуры днем. Какой перепад допускает технология и кто по ходу работ контролирует их качество? Сейчас расскажем. Температура воздуха на берегу Зеи нулевая по ощущениям. Минус 4 под пологом, который мостовики уложили в котловане, куда будут заливать бетон, должно быть не меньше 10 градусов. В противном случае в будущем не избежать трещин. Для того, чтобы бетон набрал должную прочности, был в нормативных параметрах, устраивается технологическое укрытие для обеспечения положительных температур внутри и, соответственно, в районе конструкции. Разница температур 10 градусов. Это порог, который мы не имеем права превысить. На то, чтобы монолит застыл, уйдет ровно неделя. Он уже готов на 23-й опоре будущего моста. Сейчас здесь сооружают арматурный каркас. Процесс займет 21 день. После его отделают контурными блоками и закроют в бетон. За качеством этих и в целом всех работ следят 18 специалистов строительного контроля. Это и неразрушающий контроль, он с вами применяется по контролю сплошности бетона, если уж конкретно приводить, по сварным соединениям, которые происходят здесь на участке, которые определяют диадезическое оборудование, лабораторное. То есть у нас создан лабораторный пост здесь на границах строительной площадки, где мы поценно контролируем все этапы строительства. Непосредственным возведением будущей переправы занимаются полтысячи рабочих. Пока этого количества людей, половины из которых вахтовики, достаточно. Я принимал участие в строительстве моста через Амур на Хэхэ, поэтому здесь я оказался, как говорится, совсем рядом. Сама стройка, она неординарная, то есть очень много своеобразных новых технологий применяться будет в этом строительстве. Сам конструктив моста очень интересен. А с нового года трудиться на второй переправе через Зею будут полторы тысячи человек. Именно столько нужно, чтобы точно в срок к концу 2022 года сдать мост в эксплуатацию. Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills стартовал в Преамуре. За победу борются 170 конкурсантов на 12 площадках. Мастерство показывают по двум десяткам направлений. Два из них развернулись на базе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Какие именно умения там демонстрируют участники, знает наша съемочная группа. Этих парней виртуальной гонкой не прельстишь. У них в разгаре самое настоящее. Только состязаться приходится не за рулем, давя на педали, а ремонтируя авто. На чемпионате WorldSkills третий курсник колледжа транспорта и дорожного хозяйства, будущий автомеханик Евгений Синякин, с четырехколесных толк знает. Несмотря на то, что ни водительского удостоверения, ни тем более личного авто у него нет. С ремонтами я начал заниматься с дядей. Он у меня механик. Ну и все, я постоянно с детства крутился с ним, весь в мазуте домой приходил, мама орала. Ну и все, что-то понравилось. Ну и решил пойти на эту профессию. Вместе с Евгением в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей соревнуются пять парней. Каждому нужно найти неисправности на шести модулях. Двигатели и его системы управления, коробки передач, рулевом управлении, подвески, тормозной системе и электрооборудовании. В данном случае неисправности введены искусственно и поставлены на данный модуль экспертом. И участники уже должны найти эти неисправности и устранить. Если, скажем, такой модуль, как система управления двигателем, то там помимо устранения неисправности нужно еще и довести работу двигателя до заводских стандартов. Задача этих парней – возвести стену и непременно с рисунком. Последний нужно выложить из желтого кирпича. Сергей Лавелин даже не волнуется. В прошлом году на чемпионате задание, говорит, посложнее было. В этом году четверокурсник Амурского колледжа строительства и ЖКХ намерен занять первое место. В дальнейшем идет перспектива, так бишь, ты как каменщик себя развиваешь больше по специальности. Потом с этим же можешь работать куда-то пойти, то бишь, там печки ложить, там еще что-нибудь такое. Это как бы все развивается. А так, что, ради интереса, да, и заколешь и выступаешь. Демонстрировать свои умения 170 участников 6-го регионального чемпионата рабочих профессий будут до 30 октября. Лидеры по количеству баллов в своих компетенциях перейдут на следующий, дальневосточный этап соревнований. Немецкий Дратхар по кличке Фокс стал лучшим добытчиком-фазаном. Охотничьи состязания для легавых, в которых приняли участие 6 псов, в Преамуре прошли впервые, неподалеку от села Ровное. Однако гонкой дело не ограничилось. Эксперты из Приморья оценили еще и экстерьер четвероногих. На что обращали пристальное внимание, расскажет наш корреспондент. Добыть фазана, подстреленного хозяином, для легавых дело привычное. Однако на соревнованиях нужно было продемонстрировать высший уровень своего мастерства. Лучшим из шести охотничьих псов стал пятилетний Дратхар Фокс. По характеру пес-сангвиник. Легкий на подъем и успокаивается быстро. Возможно, именно эти черты позволили ему заработать 79 баллов. Показал хорошее послушание, нашел и принес дичь хозяину. Кобель уже опытный, каждый год охотится. Сработал птицу. Ну и потом в дальнейшем пошли, поохотились, постреляли. Собака побуждает еще вдобавок поехать на охоту, даже когда не хочется, даже когда лень. Потому что это ей нужно по большей части, и для нее стараешься. Стараться Фоксу и еще пяти легавым на территории Благовещенского охотничьего хозяйства неподалеку от села Ровное пришлось в непростых условиях. Из-за того, что у нас много воды, поэтому, соответственно, и площадь угодий, где мы могли бы проводить нормально эти полевые испытания, уменьшилась. Воды много переходить тяжело. Птицы есть много территорий, где она могла бы рассредотачиваться. Поэтому фазан есть, но заняться им и качественно, хорошо и быстро провести полевые испытания было сложно. Что совсем не сложно, так это продемонстрировать свой экстерьер. Это на выставке делали более десятка собак. Дредхаары, курсхаары, лайки и сеттеры. К последним относится Хьюстон. Он первым вышел на суд экспертов. Кстати, по документам английского сеттера зовут Дабль Дрим Эдвард. Второе имя, которое стало повседневным, пес получил случайно. Мы когда везли его с Владивостока, у нас машина сломалась. А был это ноябрь месяц. И что-то всю дорогу думали, как его назвать. И жена говорит, поворачиваться к нему, говорит, Хьюстон, у нас проблемы, ну как из фильма. И все, и осталось так, Хьюстон, Хьюстон, что куда ни поедем, вечно проблемы. На возможные проблемы с зубами, шерстью и даже строением черепа у легавых обращали внимание эксперты. Они на выставку приехали из Приморья. Для сеттера шерстный покров важен, чтобы не было пуха, пухлявости, потому что для охоты это плохо. Дратхары тоже, вот у них должна шерсть, вот они вроде как жесткошерстные, но в идеале шерсть должна плотно прилегать. В итоге наивысшую оценку по итогам состязаний получили три дратхара и семь лаек. Теперь эти псы относятся ко второму племенному классу. Итоговая программа подошла к концу. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. Смотрите также наши ежедневные новости город. В них всегда самые актуальные темы. Если у вас есть информация для нас, звоните 52-4202. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!